На месте ЧП весь вечер работали сотрудники Следственного комитета по транспорту. Они увезли то, что осталось от параплана и парашют. Сейчас здесь огромная лужа крови и остатки от винта. Родственники и знакомые погибших не захотели с нами общаться. Они очень сильно переживают. И параплан упал на вот этот автомобиль. Машина получила вот такие серьезные повреждения. И вот что нам рассказала ее владелица. Приехала домой, поставила машину на парковку. Слышу гул, как мотоцикл. И сильный удар. Выглянула в окно, соседка кричит. Два трупа. Смотрю, машина ударит на его машину. Мотоцикл. Я вначале не поняла, что это дельтапланы. По словам местных жителей, парапланы в небе здесь можно увидеть часто. Очевидцы этой аварии заметили, что проблема у летательного аппарата возникла еще в воздухе. Падение сопровождалось громким ревом. Да я вижу, что-то с ним не то. Все, упал. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло падение параплана с мотором на легковой автомобиль без последующего возгорания. В результате падения пилот и пассажир параплана, к сожалению, погибли. Вот как ситуацию прокомментировали правоохранители. Следователям будет произведен осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Организован комплекс следственных действий, направленный на восстановление всех обстоятельств, с причином условий произошедшего. Между тем, это уже не первый случай падения легкомоторных воздушных судов на территории края. Чуть больше месяца назад в Адыгее потерпел крушение Мотодельтаплан. Погибли два человека. Это 48-летний пилот и 35-летняя пассажирка из Ростова-на-Дону. Еще одна трагедия произошла в Сочи. Турист обозревал с высоты курорт Роза Хутор и рухнул на скалы в труднодоступное место. Мужчину почти полностью засыпало снегом. Спасателям пришлось вызволять мужчину на вертолете. А что касается сегодняшнего происшествия в Хадыжинске, следователи смогут назвать точную причину падения параплана только после того, как проведут ряд экспертиз.